Сегодняшний день на библейском портале Экзегет мы читаем Воскресное Евангелие. Это первосвященническая молитва Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в это воскресенье мы будем читать Евангелие от Иоанна, зачало 56-е. Это 17-я глава с 1-го по 13-й стих. И мы читаем первые два стиха. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Давайте посмотрим очень интересный комментарий, который я обнаружил. Это святителя Николая Сербского. Владыка Николай дает такое объяснение. Все то, чему Господь Иисус Христос учил людей, он исполнял и сам. Он учил людей молиться Богу так, «Отче наш, сущий на небесах». И вот теперь он сам возводит очи свои на небо, где пребывает Отец, и говорит, «Отче». Не говорит он, как мы говорим, «Отче наш», но просто «Отче». Лишь он один мог сказать, «Отче мой». И никто иной, ни на небе, ни на земле, ибо он, Христос, есть Сын Единородный Отца Небесного, единый, равный Отцу по естеству и существу, по милости и благодати Божией, возвел очи свои на небо. Не только телесные, но и умные, и прежде всего умные. Мэтарь не смел даже поднять глаз на небо, ибо осознавал свою греховность. «Безгрешный же Господь, Христос, свободно возвел очи свои на небо, ибо Он безгрешен. Близ был Его час, час наивысшего страдания, час сей, самый страшный, от начала и до конца времен. Ясно видел лишь Он, видел Его с самого начала, и с самого начала предрекал Его». «И говорил о Нем ученикам своим, но ученики не уразумевали этого, и не усвоили сердцем, пока расстояние до часа сего не стало исчисляться уже не днями, а минутами». Конец цитаты. Итак, Христос своей молитвой преподает урок. Он сам научил своих учеников, обращаясь к Богу, говорить «Отче наш». И подобным образом Он действует, но уже с правом единородного Сына, когда, обращаясь к Богу Отцу, Он, Бог Сын, восклицает Отче. В первом послании Петра, 2 глава, 21 стих, сказано, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И в понимании святых отцов Он и становится человеком, чтобы научить нас подлинной человеческой жизни. И в минуту, которая приближает Его к страданиям, Он возносит сердечную молитву. И даже на кресте Он будет молиться словами Бога в духновенной Псалтире царя Давида. И мы читаем Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих, а около 9-го часа возопило Иисус громким голосом, «Или, или лама савахвани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил». Это тоже урок для нас. Это начало одного из псалмов царя Давида. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И он причем воспроизводит слова этой молитвы на сакральном еврейском языке, научая и нас проявлять благоговение перед сакральным текстом. И далее мы читаем, Христос продолжает свою молитву, первосвященническую молитву. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Это уже третий и по пятый стих того текста, который мы изучаем. Итак, здесь Господь восклицает, что Его задача, Сына Божия, привести нас к Своему Небесному Отцу, дабы Бог Отец, любя Своего Сына, через Него усыновил бы нас и соделал чадами своими по благодати. Святитель Иоанн Златоуст, это его проповедь, которая называется «Слово о змее, повешенном на кресте Моисеем в пустыне». Златоуст восклицает «Слова, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа, заключают двоякую мысль, представляют двойной меч, один, направленный против идолослужения, это провозглашение единого Бога, другой, против неверия иудейского, это провозглашение того, что у Бога Отца есть Бог, Сын. они указывают на единого истинного Бога в лицах Святой Троицы, чтобы выставить на позор мертвых идолов, указывают на последнего Иисуса Христа, чтобы замкнуть уста отрицающим воплощение, то есть уста иудеев. «Итак, понимай слова эти в указанном смысле и не оскорбляй величие Божие». Конец цитаты. И далее Христос произносит нечто очень таинственное, на первый взгляд как бы нераспознаваемое. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое». Это шестой стих. Возникает вопрос, а какое имя открыл Христос нам, верующим в Него, какой из божественных имен? Свидетель Николай Сербский пишет, «Какое же имя Божие Господь наш Иисус Христос открыл человекам? Имя Отец». И действительно, когда ученики однажды пришли к Нему, ко Христу, и они сказали, Иоанн Креститель дал молитву ученикам, Ты тоже дай нам молитву. И он дал им молитву, которая начиналась со словами «Отче наш». «Какое же имя Божье Господь наш Иисус Христос открыл человекам?» рассуждает святитель Николай Сербский. Имя Отец. Имя Сие было равно неизвестно ни язычникам, ни иудеям. Имя Сие есть совершенно новое открытие человека. Ветхозаветные пророки и праведники знали Бога под именем Бога или Творца, или Господа, или Царя, или Судьи, но никак не под именем Отца. Это имя Божие было для людей вековой тайной, и никто из смертных не мог открыть всего сокровенного имени Божия, ибо под бременем греховного мрака и страха никто из них не мог ощутить отцовство своего Создателя. А то, что нельзя ощутить, не имеет большой цены, даже если случайно и придет на язык лишь рожденный от Бога свыше может назвать его Отцом. Конец цитаты. И действительно, послание к римлянам, 8 глава, 15 по 17 стих, мы видим подтверждение этих слов сербского святителя, что только рожденный свыше от Духа Святаго может не только устами, но и сердцем называть Бога Отцом. И мы читаем слова апостола Павла. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче!» Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божие, а если дети, то и наследники, наследники Божие, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Как я уже сказал, во Христе и со Христом мы усыновляемся Богу, Отцу, и сраспинаясь вместе с Ним, сострадая вместе с Ним мы обретаем возможность во Христе и со Христом обращаясь к Богу восклицать Отче, Ава Отче. Далее седьмой, восьмой стих первосвященнической молитвы Христа мы находим такие слова «Ныне уразумели они», то есть ученики, «что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Вот здесь очень важно обратить внимание на то, что Христос не говорит и не действует от своего собственного имени. Он пришел, чтобы говорить и действовать от имени Отца. Как и мы, христиане, то есть Христовы, стремимся подражать Ему, чтобы говорить и действовать так, как говорил и действовал Он Сам. Тот, который придет во имя Свое, это Антихрист. И в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 43 и 44 стих мы находим такие слова. Господь Иисус Христос восклицает. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня, а если иной придет во имя Свое, речь идет об Антихристе, его примите, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете?» Антихрист, только он один, средоточие эгоизма, тщеславия и себялюбия, он придет только во имя Свое, он не придет во имя дьявола, своего духовного Отца, потому что Антихрист ревнует власть дьявола, Антихрист боится Бога, как сказано, бесы веруют и трепещут, Антихрист трясется святых в страхе от их молитв, как источник себялюбия, эгоизма, замкнутый на себя. Поэтому, если мы христиане, становимся вещью, которая является сама в себе, как некий человек в футляре, это представляет серьезную опасность. Мы идем явно не тем путем. Об Антихристе так и сказано в Священном Писании, это послание к Фессалоникийцам, 2 глава с 3 по 11 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, то есть апостасия, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, продолжает апостол Павел, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествия, то есть антихриста, по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действия заплуждения, так что они будут верить лжи. Конец цитаты. Как важно, когда мы избегаем дух антихриста во всем, и как важно, когда мы действуем не от своего имени, ни во что вменяя его, а проповедуем Христа и при том распятого, все почитая засор ради превосходства в Сыне Божьем, как наставляет нас первоверховный апостол Павел. Христос продолжает свою первосвященническую молитву, и он произносит слова «Я о них молю». Здесь, как это не покажется странным, он молится только о верующих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты, то есть Отец, дал мне, потому что они твои». Поистине никто не приходит к Отцу, как только через Его Сына, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И когда апостол Петр в Кесарии Филипповой исповедовал Христа Сыном Божьим и Мессии, Христос сказал ему, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах». И если, брат, сестра, вы верите в Иисуса Христа, как в Сына Божия, Бога, как в Мессию Христа Спасителя, это значит, Отец Небесный прикоснулся к вашему сердцу. Дух Святой повеял на ваше сознание, ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Его первосвященническая молитва – это прежде всего за тех, которые признают его первосвященническое служение. Конечно, он будет молиться и за Иерусалим, который отвергнет его. Он даже будет молиться за распинателей, прости им, они сами не знают, что они делают. Но здесь, в этой первосвятительской молитве, он просит за своих. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Почему Христу надо иметь особую молитву за верующих в Него? потому что в последние времена силы зла во всей ярости обрушатся против народа Божия. И мы будем видеть, как эта грязь будет литься на служителей Христа. Мы будем видеть, как мерзое запустение откроется на крыле храма, когда будут поносить наши святыни, когда будут поносить наших пастырей и архипастырей, и это время уже реально не просто наступает, оно уже наступило. И в Евангелии от Иоанна мы видим другие слова Христа, которые объясняют, почему Он молится прежде всего за Своих. 15-е от Иоанна с 18-го по 21-й стих Христос восклицает, обращаясь к ученикам, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, но все то сделают вам за меня, за имя мое, потому что не знают пославшего меня, то есть Бога Отца. И так как верующие во Христа будут подвергаться, особо изысканным гонением информационные террористы будут отстреливать репутацию представителей церковной иерархии, опрокидывая ее в грязь, Христос молится прежде всего за своих. Не о всем мире, как он здесь говорит, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, и только за это они будут подвергнуты величайшим гонениям и самым злобным преследованием и унижением. Христос продолжает свою молитву. Он обращается к Богу Отцу, назвав Его Отцом, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Здесь надо обратить внимание на то, что Христос сказал, что Он покидает уже этот мир. Он говорит, а я к тебе иду, потому что начало Его вознесения и вхождение во славу Богочеловечества Христа Иисуса через страдания, унижения, Голговский крест, смерть и чудо воскресения. И Христос неоднократно объяснял, почему Ему надо идти к Отцу. В этом же Евангелии от Иоанна, это уже другая глава, 14 глава, 2-й и 3-й стих Он объясняет это так. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, то есть в своем втором пришествии и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». То есть Он восходит в человеческом теле, вознося нашу человеческую природу, посаждая ее, одесную Бога Отца, чтобы в нем мы, как сателесники Его, оказались бы в этих обителях, что и признает апостол Павел, когда он говорит, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одеснуй Бога Отца. Но была и другая причина, почему Христу надо было покинуть этот мир. И это другой текст, тоже Евангелие от Иоанна, но уже 16 глава, это 6 по 14 стих. «Но от того, что я сказал вам это», то есть он сказал, что он уходит, «печалью исполнилось сердце ваше, но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Утешитель – это Дух Святой. «А если пойду, то пошлю его к вам», то есть Христос сам пошлет его к нам, как Иоанн Креститель говорил, «Я крещу в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «А если пойду, то пошлю его к вам, и он», то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышат, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Но была и третья причина, почему Христу надо было уйти, чтобы ему оказаться во святая святых Царствия Небесного, именно в человеческой плоти, чтобы стать ходатаем за весь род человеческий. И в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5 стих, первоверховный апостол Павел пишет, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, Он и возносится в человеческом теле, ибо Божество неподвижно, Божество вообще не может перемещаться из точки А в точку Б, потому что Бог вездесущий, как вездесущий, Он находится в каждой точке пространства и более того, в каждом мгновении времени. Ибо един Бог, один посредник между Богом и человеком, Христос Иисус, Он вознесся в этом человеческом теле, которое было изъязвлено за наши грехи и преступления, чтобы стать вечным ходатаем Нового Завета. И после того, как Он воссел одесной Бога Отца, Бог Отец взирает на весь этот мир через раны Своего Сына и видит у верующих в Иисуса Христа не просто прощенными, не просто помилованными, но и даже оправданными. И смотрите, что пишет апостол Павел, это его послание к евреям, 9 глава, с 11 по 14 стих, «Ибо Христос первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинею нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление, ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому служению и истинному». И Христос заканчивает первосвященническую молитву, 17 глава Евангелия Теана, окончание, «Когда я был с ними», он беседует с Отцом Небесным, «Когда я был с ними», говорит он, то есть с учениками своими в мире, «я соблюдал их», то есть «оберегал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», речь идет, об Июде, «Да сбудется Писание, ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Так оканчивается первосвятительская, первосвященническая молитва Христа Иисуса, Господа нашего. И вся она от начала до конца, она пронизана буквально любовью к верующим в Него, к Его ученикам, ко всем, которые исповедуют Иисуса Господа. Таким образом, он являет свою любовь, любовь первосвященника, будущих благ, ходатая Нового Завета. и эта любовь, она неприходящая и она вечна. И как гимн этой любви апостол Павел в послании к римлянам 8 глава с 35 по 39 стих восклицает. «Кто отлучит нас от любви Божьей скорбь или теснота или гонение или голод или ногота или опасность или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завец обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, то есть Христа. Ибо я уверен, продолжает апостол Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». И сегодня в этот воскресный день, выслушав эту первосвященническую молитву Христа Спасителя, восславим Его за тот подвиг, который Он совершил нас ради человека и нашего ради спасения. И даже покидая этот мир, Он сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Поздравляю всех вас с наступившим богослужебным воскресным днем. Желаю Божьих благословений. Берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...